Друзья, советую вам подписаться на здоровенного парня Радова Рустама. У него канал о бодибилдинге, тренинге, питании, функциональной выносливости и еще многое-многое другое. Заходите, смотрите, ссылочка будет в описании. Уверен, вы зацените. Полетели. Йоу, здорово, Андрюха, как дела у тебя? Нормально вообще. Сегодня мы, ребят, будем снимать для вас гробик, да, это называется? Или как-то по-другому? Вроде топорик. Топорик, гробик, короче, да, это такая тема, когда вы запрыгиваете на турник, хватаетесь ногами, короче, за турник, не руками, а ногами, и делаете раскачку и падаете назад, да, можно сказать, прыгаете так, фух, короче, сальтушку делать такую небольшую. Вот, лично мне это страшно, пипец, это легкий довольно-таки элемент, да, то есть вообще там особо не сил, ничего не надо, то есть просто нужно перебороть страх и прыгнуть. И сегодня Андрюха, я думаю, расскажет вам, как это сделать. Ну что, Андрюха, расскажи, какие есть сложности в этом элементе, почему многие люди не могут его сделать, в том числе и я почему-то. У меня какой-то дикий страх, когда я вниз головой вешу, блин, а еще надо раскачаться и как-то сальтуху сделать это вообще дичь. Ну вот в этом-то и проблема, самая основная, типа, в страхе, тебе страшно висеть, во-первых, вниз головой, а во-вторых, потом еще опускаться ногами, чтобы лететь вниз, непонятно куда, непонятно на что ты можешь вообще упасть. А как перебороть вообще этот страх, что нужно делать? Ну, вообще, одно из подводящих, да, и в принципе единственное, по-моему, это просто висеть на каком-то маленьком турничке и просто, ну, типа, отпускать ноги. То есть ты падаешь все равно на руки, как бы, это не страшно. Вот у нас маленькое пространство, мы дотягиваемся, в принципе, до земли и мы просто опускаем ноги. Все. Просто отпускаешь ноги и все? Да. Ну, конечно, можно чуть побольше, повыше турник, чтобы вы прям, ну, как бы, не просто ставили руки на пол и отпускали ноги, а, типа, чтобы вы именно чуть-чуть упали. Смотри, какая амплитуда раскачки. То есть, получается, ты раскачиваешься до 90 градусов надо дойти или как? Да можно и поменьше. Поменьше? Я не знаю, это уже, когда ты начинаешь это делать, оно вот само. Это, наверное, в зависимости от турника, да, от высоты турника или как, нет? Я не знаю, вот, ну, ты видел, я и там, и здесь, когда делаю мне. Но мне кажется, чем ниже турник, тем больше надо раскачаться, чтобы у тебя ноги встали, да? Ну, это тоже логично, потому что больше раскачки, больше тебе нужно перекрутиться, чтобы, да. А ты вообще с первого раза научился это делать? Нет, мне тоже было сначала стрёмно, но вот я попадал с маленького турничка, попривыкал. Вот мы и нашли повыше немного турничок, совсем повыше, поэтому, когда мы уже тут висим, я не дотягиваюсь просто руками. И как бы, то есть, если там я дотягивался, тут уже нет, мне приходится падать уже на руки, то есть это... Ну, и вот так вот падаем, привыкаем, а потом уже можно переходить на более высокие турники и также там это делать. Андрюх, ты ведь понимаешь, что людям нужно сделать полусальтуху и встать на ноги. Ты сейчас просто падал на руки и от этого, ну, это не особо страшно, не так страшно, потому что, блин, вот такое расстояние. А тут тебе надо раскачаться и просто сделать сальтушку и встать на ноги. Как это сделать? Вот именно. Далее мы также берем маленький турничок и делаем вот то же самое, что нам нужно сделать на высоком, то есть вот этот топорик, только делаем его на маленьком. Естественно, вы сначала не будете падать ровно на ноги, вы там на колени будут падать, не знаю, еще, ну, тоже возможно. А это вообще травмоопасно? Можно что-нибудь сломать там, вывернуть? Не, ну, если правильно падать, то нет. Ну, я думаю, ребят, лучше использовать маты, да, скорее всего. Если есть какие-то там маты в зале, то лучше падать на них. Ну, как вариант тоже для безопасности. Потому что если на пол упадете, вы можете колени там вывернуть. Все равно, что ты когда падаешь, у тебя на автоматы, ну, ты как-то руки выставляешь, поэтому... Ну, это понятно, да, ну, можно вывихнуть там запястье, не знаю, что угодно, это жестко. А вот еще, короче, многие люди боятся просто висеть даже, кверх ногами, а не на ногах. Да, у меня тоже было. Вот, я тоже стремался раньше, ну, представьте, да, вы зацепляетесь ногами, как бы тут руками крепче, крепко у вас хват держится, а на ногах, блин, можно слететь спокойно. Как это превзойти? Вот это, да, у меня тоже такое было. И, ну, я просто как бы продолжал висеть. Ну, то есть, у меня было ощущение, что у меня вот-вот разоднется нога, и я тупо упаду. Вниз головы. Но, как бы, я продолжал висеть. Ну, и все. Андрюх, еще, я думаю, людей будет волновать вопрос, за сколько времени можно вообще выучить топорик-гробик? Ну, вот, меня я научился примерно за час, может, меньше, потому что мы тогда были со Стасом, а он как раз-таки умел этот элемент, и, естественно, с его наставлениями у меня это все быстро получилось. Но это еще зависит от человека. Например, Даня, как бы мы ему не говорили, что ему делать, он до сих пор не может сделать уже целый год, по-моему. Ну, это тупо из-за страха, надо перебороть страх, это первый, наверное, первый шаг. Ребят, если вы хотите избавиться от страха, что является ключевым моментом в этом элементе, я реально тоже очень ссыкую всякие вот такие упражнения делать, где у тебя голова как-то непонятно где находится, но реально от себя я советую делать сальтухи в воду, например. С какого-нибудь там поребрика просто прыгаете в воду, переднюю сальтуху, заднюю сальтуху, потому что люди, которые вот боятся топорик сделать, они боятся абсолютно практически все упражнения, связанные вот со всякими поворотами, переворотами, кувырками и так далее делать. Вот, поэтому делайте сальто в воду, делайте сальто куда-то в мягкий поролон, есть же залы специализированные для этого. И также вот это очень крутое упражнение, когда вы можете перелетать с турника на турник, обычно берется маленький турник, высокий турник, и это просто убирает вам страх. Естественно, нужно сначала избавиться от страха. Также тут есть два варианта, как мы раскачиваемся, когда мы уже на турнике. Это когда мы в таком своеобразном шаре, то есть мы сначала делаем раскачку, а потом уже опускаем руки и, естественно, летим в сам топорик. Ну и также вот это обычная стандартная раскачка, когда мы уже висим, и с помощью рук и тела, главное, чтобы вы были не деревянными, мы, типа, делаем такие движения. Также вы должны хорошо гнуться, но я уверен, что многие это умеют, но просто некоторые люди, допустим, вот, ладно, не будем показывать пальцами, они делают так, то есть они настолько деревянные, что они не могут сделать вот такое движение телом, то есть они не могут дать себе достаточно большую раскачку, чтобы уже войти в топорик. То есть они делают вот так. Ну и с такими темпами, как бы, сделать этот элемент не так уж и просто. Поэтому, чтобы давать себе нормальную раскачку, вы должны всем телом давать ее себе, то есть всем телом сгинаться, чтобы давать себе инерцию, чтобы вы уже могли лететь нормально и приземляться на ноги. Короче, если у вас есть такие прекрасные турники, как у нас, вот, допустим, и тут вот как раз такое расстояние между турниками, вы можете не делать своими собственными силами раскачку, а делать, как я. Входим в такое положение и просто отпускаем руки. Ну что, друзья, вот такой вот ролик получился. Я надеюсь, вам понравилась эта обучалка, потому что элемент довольно легкий. Но его когда обычно делают этот элемент? После связок каких-то, да? Когда спрыгивают, типа, чтобы эффектно спрыгнуть или как? Ну да, скорее всего. Ну вот, завершающий элемент такой, довольно-таки эффектный, можно сказать. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на нас, ссылочка в описании. Увидимся в следующем выпуске. Пока!